всем привет для начала хочу поблагодарить всех тех кто оставил мне комментарии и дал обратную связь в личке после публикации ролика о том как скачать и установить конвертер на основе ваших вопросов и появилось это видео собственно вопросы касались того как поменять внешний вид почему панели расположены там слева они сверху как открыть файл сохранить нужно в формате и что вообще можно делать с файлом в программе вилком о извините пожалуйста в программе трусайзер конвертере для дизайна в машинной вышивки начнем с внешнего вида внешний вид программы представляет собой рабочее поле линейки панели с инструментами и главное меню панели с инструментами представляют собой выведенные в виде иконок функции которые вы можете найти в главном меню то есть все что практически все что есть здесь вы сможете пойти найти на панелях с инструментами панели с инструментами можно отображать и скрывать для того чтобы скрыть панели с инструментами наведите курсор мыши на пустое место где отсутствует панель и нажмите правую клавишу выпадающем меню кликая правой клавишей мыши вы будете отключать панели повторное нажатие включит отображение панели я не вижу смысла отключать панели обычно это делается в том случае когда панели настолько много что они мешают работе здесь их нет такого количества помимо того что вы можете отображать и скрывать панели вы можете менять их положение для того чтобы изменить положение панели наведите на нее курсор мыши пока он не станет крестообразным прижмите левой клавишей мыши и потяните вы можете разместить панель на рабочем поле либо разместить ее в левой части экрана или в нижней как открыть файл чтобы открыть файл вышивки необходимо зайти меню файл open либо нажать комбинацию клавиш control по обратите внимание это пишут на клавиатуре прижимаете control и кликайте клавишей о либо нажать на желтую папочку открылось окно если в этом окне вы не видите ни одного дизайна но вы точно уверены что там они присутствуют то вам необходимо сменить отображение типа файлов по умолчанию стоит емб установите просматривать все и вы точно тотчас же увидите все имеющиеся в этой папке файлы точнее файлы того формата который понимает трусайзер он его возможно не бесконечны но основные форматы вышивальных машин особенно это касается бытовых он видит и так выбираем файл открыть зайдите в меню файл сохранить как либо кликните по иконке и вы нажмите комбинацию клавиш control с я кстати рекомендую вам запоминать горячие клавиши потому что это удобно в открывшемся окне выберите нужный формат в который вы хотите сохранить ваш дизайн если вы не знаете какой формат понимает ваша вышивальная машина посмотрите в инструкции все написано либо найдите наш ролик о конвертерах и файлах он кстати находится в этом же плейлисте и посмотрите там есть список форматов которые принимают швейно вышивальные вышивальные машины задача конвертера позволить вам сохранить файл формат понятной вашей вышивальной машине если вы будете работать с родными дизайнами вилкам то там открывается кое-какой функционал вы сможете просмотреть контуры но в целом задача конвертера чтобы могли открыть и сохранить его в другом формате тем не менее вы сможете здесь проделать простые операции над файлом выделив файл к примеру отобразить его по горизонтали по вертикали повернуть его на определенное количество градусов изменить его размер что кстати не рекомендуется особо не меняйтесь не разбираетесь но в целом такая функция есть вот пожалуй весь нехитрый функционал программа да также имеется различные варианты просмотра вашего файла то есть вы можете увидел как он будет выглядеть в реальном режиме точнее в реальной вышивке в стежках можете посмотреть чтобы увидеть где будут протяжки увидеть можно контур дизайна если он присутствует она у нас стежковый файл поэтому контура нет несмотря на то что увидите контур это не контур в понимании в векторном понимании это последовательно идущие стежки потом все будет понятно когда вы вникните поглубже также вы можете увидеть места проколов функции которые имеют смысл для промышленного оборудования в основном если ваш дизайн содержит рисунок векторный или растровый вы тоже можете их увидеть также вы можете отключить и включить отображение сетки и включите и отключить отображение линеек и выбрать в каком в какой системе показ отображать дизайн метрической или в дюймах сантиметрах или в дюймах я сознательно не подробным описанием данного конверта по одной простой причине если вы начинающий пользователь вам она нафиг не надо вы устанете и половину забудете а если вы продвинутый пользователь вам и так все понятно по всему остановлюсь только на одной вещи называется она калибровка экрана ее необходимо произвести один раз после первого запуска откройте и измерьте с помощью линейки длину этого окна и введите верхние графу затем измерьте высоту этого окна и видите значение полученное значение во вторую графу после этого нажмите ok я тоже это произведу сейчас у меня получается где-то 82 и высота 50 нажимаем окей если вы измерите тон размер ячейки станет ровно один сантиметр для того чтобы увидеть в реальном извините пожалуйста вот сейчас я вижу его в реальном размере для того чтобы дизайн отобразился в реальном размере нажмите клавишу 1 на клавиатуре а вот клавиша 0 открывает экран открывает дизайн по размеру видимой рабочей области итак нажимаем клавишу 1 на клавиатуре и измеряем линейки всю точку меня получилось сантиметр на сантиметр ну вот пожалуй еще я затрону такое возможность как где-то свойства дизайна для того чтобы увидеть зайдите в дизайн свойства дизайна здесь вы увидите всю информацию калькуляцию по вашему дизайну сколько стежков сколько цветов сколько смен цвета нити это разные понятия сколько метров уйдет на вашу вышивку как верхней так и нижней нити обратите внимание верхней нити нижней то есть вот тут всего лишь ничего 5 ну скажем так 6 метров сколько будет обрезок в вашем дизайне сколько объекта в нем и так далее то есть это подробная информация возможно вам сейчас она мало интересно но пройдет время и какая-то информация вот из этой представленной будет вам полезно здесь вы можете ввести автора если она вам надо и сохранить с этими параметрами на сегодня все оставляйте лайки комментируйте нам на лайки очень ваши нравятся они тешат наше самолюбие хорошего дня